Интерактивные познавательные программы, творческие мастерские, экскурсии, кинопоказы. В художественной галерее школьникам не дадут заскучать во время каникул. Ребята окунутся в загадочный мир Китая, узнают о празднике драконов, создадут рисунок в технике пластилинографии, попробуют свои силы в кружевоплетении. Также сотрудники галереи собираются развенчать миф о том, что творческие мастерские подходят только маленьким детям. Еще, конечно, мы не забываем среднее звено и старших. Для них у нас тоже есть творческая мастерская. Из нашей программы «Печатная мастерская» мы занимаемся линогравюрой. На эту творческую мастерскую мы приглашаем детей, начиная с 7 класса, не ранее того. Также школьники смогут посмотреть выставку Юрия Васнецова «Вкус знакомый с детства». В экспозиции представлены литографии иллюстраций художника к книгам, которые выходили и в Советском Союзе, и издаются в наши дни. Рисунки Васнецова входят в Золотой фонд книжной иллюстрации. В нашей стране их знает каждый. А с 31 октября посетители галереи увидят новую выставку. У художники Сарова-2019. Эта выставка очень любима вообще горожанами, потому что эти художники живут не за горами, не за долами, а здесь, в нашем городе, на соседней улице, в соседнем доме. Интересно посмотреть, что они успели сделать за год и представить на общей выставке. В галерее работает и кинозал. В дни школьных каникул в рамках кинофестиваля «Набад» там покажут фильм «Сокровища Ермака» для зрителей старше 6 лет. Также школьники смогут посмотреть новый российский мультфильм «Урфин Джуз возвращается». Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 6 лет. Приходите, смотрите, потому что Элли и Татошка вовремя окажутся в волшебном городе, ну и помогут своим друзьям, потому что туда возвращается Урфин Джуз, потерявший свою армию деревянных солдатов в предыдущем фильме, скажем так. Групповые посещения только по коллективным заявкам. Апофеозом каникул в художественной галерее станет «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. Детская программа рассчитана на зрителей старше 6 лет. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.